Погода по-прежнему не радует аграриев. Из-за дождей уровень влажности не позволяет трудиться настолько оперативно, как хотелось бы. Впрочем, работа по-настоящему кипит и днем, и ночью на комбинатах хлебопродуктов. Туда свозят урожай с полей, где пшеница, рожь или рапс превращаются уже в товар. Алексей Кондратенко следит за ходом страды. Солнечный день – повод для оптимизма. Пауза на обед, заряд энергии. А если все это еще совпало с персональным событием, механизатор Олег Царенко сегодня встречает свой день рождения в поле. К поздравлениям коллег и руководства хозяйства Гастеловское подарок получился сам собой. Урожайность зерновых местами под сотню центнеров с гектара. Сегодня собираюсь себе на день рождения сделать подарок, намолотить побольше тонн зерна. Вот сегодня удалась погода, убираем. Уборка идет хорошо, потерь нет. Часть урожая хозяйства отправит на Минский комбинат хлебопродуктов. Такое может показаться парадоксальным, но это факт. Земли, которые расположены сразу за столичной кольцевой автодорогой, одни из самых высокопродуктивных вообще в Минской области. Урожайность третикали на этом поле, например, 90 центнеров с гектара. Здесь у нас средний сугринок, поэтому плодородие достаточно высокое, 40 баллов. Позволяет наша земля получать неплохие урожаи при соблюдении возделывания любых видов культуры. Если зерновые, зерновые, сахарные свекла, рапс, погода выбирает нас, а не мы ее. Поэтому в этих трудных условиях люди практически понимают, и они более организованные становятся. Значительная часть урожая с полей Минской области поступает и на Борисовский комбинат хлебопродуктов. По 3-4 тысячи тонн пшеницы, ржи или рапса каждый день. Могут и больше. Главное, грамотно распорядиться караваем. А в этом борисовчане знают толк. Здесь производят макароны и муку. Животноводство же получает, например, рапсовое масло со жмыхом. Энергетически ценные добавки к комбикормам. Мы здесь перерабатываем рапс от 21 до 24 тонн в сутки. Выход масла 33-34%, выход жмыха 65-66%. Очень богато энергии, жмых и масло идет как составляющая комбикорма. Всего в полях Минской области работает 2 тысячи комбайнов. К слову, задействована и другая техника. Ведь после уборки землю нужно привести в порядок и снова засеять. Одновременно идет сегодня уборка соломы с полей. Работает более тысячи прессов. Значит, идет отвозка, значит, злощение, стерны там, где убрали рапс. И одновременно уже готовим базу урожая следующего года. Ну а в этом сезоне центральный регион намерен получить 1 миллион 700 тысяч тонн зерна. Это на четверть выше прошлогоднего уровня. С учетом кукурузы будет и 2 миллиона тонн, заявляют аграрии. Впрочем, о точных цифрах станет известно осенью. Но о хорошей урожайности золотых початков после обильных дождей можно говорить с уверенностью уже сейчас. Алексей Кондратенко и Владимир Тиханович. Агентство теленовостей.